всем привет подожду чуть-чуть пока вы соберетесь дайте пока обратную связь как меня слышно и хорошо ли видно картинку все отлично супер ну что давно мне кажется я не выходила в эфир но хотя не очень давно не так давно мы с вами рисовали как раз пчел шмелей но все равно не так часто как хотелось бы но сегодня будет супер полезный эфир он будет не очень длинным но информативным и такая маленькая предыстория буквально на днях я делала короткий опрос в stories о том какую полезную информацию я могу вам дать и одна девушка спросила как ну как лучше показать объем с помощью акварели и ну я сразу и ответила что для публикации эта тема слишком обширно поэтому я лучше проведу прямой эфир и не стала откладывать в долгий ящик и вот буквально сегодня вышла для этого но готовясь к эфиру сегодня я поняла что эта тема вообще настолько обширно и интересно и настолько она полезна всем кто начинает рисовать кто учится и рисовать именно красками да не графику а конкретно живопись что у меня родилась идея записать урок для вас для всех желающих урок в котором будут собраны все основные базовые принципы принципы живописи это очень важная информация для того чтобы каждый кто пишет красками неважно здесь акварель это будет темпера гуашь или масло это просто базовые принципы живописи которые подходят всем которые все должны знать такая основа основ которую изучают в художественных заведениях и как раз ну как-то у меня это все сложилось в такой развернутый урок который я хочу создать для вас поэтому сегодня я затрону такие самые основные аспекты как передать объем самое такое самые самые вот основные темы это этой всей обширной тематике но в ближайшее время постараюсь записать именно полезный урок и предоставить его вам поэтому ждем сегодня буквально реально два часа я наверное писала полезную информацию вспоминала все весь свой опыт обращалась к различным источникам и собрала это все в такой крутей крутейший именно мастер-класс по тому как пользоваться красками поэтому я прям очень хочу ближайшее время это сделать и в первую очередь конечно я буду рекомендовать этот урок приобретать тем кто планирует ко мне на курс идти потому что особенно на курс по рисованию животных потому что там у нас не будет времени разбираться во всяких этих мелочах по поводу смешения красок как лучше сочетать между собой оттенки то есть это тема должна быть уже ваших знаниях у но те кто хочет ко мне приходить на курс по рисованию животных потому что там и так сложная тема да там и так много информации по поводу анатомии будет по поводу акварельных приемов по поводу рисования точнее рисования а подбора оттенков для того чтобы грамотно передать различную шерсть кожу оперение и так далее да и у нас не будет просто времени прибегать еще ну точнее не прибегать а разбираться в базе поэтому вот сегодня как раз создавая структуру этого урока базового я подумала о том что все-таки курс посвященный рисованию животных он будет для но не для совсем новичков то есть я буду отбирать людей на этот курс потому что я понимаю что там более сложная тема и не все смогут потянуть тот курс который у меня стартует 1 апреля акварельный скетчинг с рене там проще то есть у нас первый поток уже доказал что та информация которую там я даю она подходит и новичкам тоже и люди успешно справляются каждый на своем уровне да кто-то с большими знаниями приходит кто-то с меньшими но в целом все хорошо справляются заданием с рисованием животных немножко посложнее ну и в любом случае вот этот урок базовых основ по живописи он в принципе всем подходит и тем кто кто не собирается ко мне на курс он также сможет этот урок приобретать и прям подробнее внимательно все это я посвящу вот этому уроку и ближайшим курсом отдельный эфир я об этом все подробно расскажу поэтому сегодня уже что хотела сказать сказала меня прям бомбило с утра куча информации из меня лилось все это записалось и я надеюсь что в ближайшее время это все оформится в крутой продукт ну а сегодня как я уже сказала в начале попробуем с вами передать объем с помощью основных принципов спасибо той девушке которая мне написала этот вопрос это действительно важная интересная тема и как раз начнем ее освещать и так что мы будем рисовать сегодня я покажу основные принципы как передать объем в акварели у меня нет референсов беру из головы вы можете использовать что-то натуральное я позже скажу об этом натуральное имею в виду не фотографию а желательно с натуры писать позже я об этом подробнее расскажу настюш привет итак какие основные способы показать объем в акварели ну самые основные которые я выделила это тон и цвет а точнее тепло холодность итак первое тон вспоминаем графику кто не знает графику либо заходим в интернет и читаем либо записываемся попозже ко мне на курс по графике где все это будет и учимся ну а кто знает тот молодец но в общем я скажу вкратце когда мы изображаем какой-то предмет на чем бы вам показать ну допустим допустим вот возьмем малярный скотч когда мы изображаем какой-то предмет в черно-белом например в карандаше что мы видим мы видим свет полутень и тень если мы вот таким образом например я подсвечу наш предмет мы увидим здесь еще рефлекс да видите от руки появляется он цветной соответственно да как так как изображение цвет но если бы показывали то черно-белом мы бы видели этот рефлекс просто чуть светлее чем тень и если бы наш предмет мой сейчас был более гладким здесь бы был еще блик блик это самая светлая часть света которая падает на предмет самая засвеченная но это не значит что она всегда белая то есть блик может быть какого-то цвета но это самый светлый самый светлый момент во всем предмете и у нас есть падающая тень это если мы говорим о графике что у нас в акварели по сути в акварели то же самое происходит чтобы вам лучше понять как это все распределяется я сейчас нарисую вам монохромное изображение то есть черно-белое например например рисуем грушу не буду опять же там как-то вырисовывать это все но приблизительно да все мы знаем как выглядит наша груша напоминаю референсов у меня нет тут хвостик вот она наша груша сейчас это плоское изображение это даже просто набросок линейный внимание сейчас мы работаем одним цветом возьму я к примеру ван дик у меня прекрасный цвет красивый и что получается но груша достаточно гладкий предмет да поэтому у нее есть какой-то блик очень хорошо если вы захотите по этому эфиру создать свою вот такую работу да то есть поделать какое-то свое упражнение и положите перед глазами настоящий предмет то есть либо яблоко либо ту же грушу или что-то еще с боковым светом чтобы с окна свет падал сбоку это самый такой классический вариант самый понятный самый простой и таким образом вы сможете проанализировать для себя ну вот лежит у меня груша сейчас рисую но черно-белое изображение по сути да вы можете взять какой-то серый черный либо коричневый оттенок они самый-таки нейтральный и рисуем наш свет оставляя блик но у меня блик здесь где он на самом деле смотрите в реальности да смотрите на реальное изображение и вы увидите на реально не изображение она реальный предмет я имею ввиду у меня есть полутень сейчас которая повторяет форму нашего предмета я пишу достаточно по-сырому чтобы у меня это все плавно перетекала но я сейчас вам еще покажу это все схематично усилим тень и здесь у меня появляется рефлекс что такое рефлекс рефлекс это отражение соседних предметов либо объектов каких-то в изображаемом предмете то есть это может быть поверхность на которой находится груша это может быть соседний фрукт или какой-то другой предмет который у вас стоит это может быть стена то есть тут зависит от того где находится предмет и вот таким образом у нас появляется рефлекс то есть рефлекс он всегда светлее тени но он обычно темнее полутон и такой маленький важный нюанс но с нашей веточкой принципе то же самое да у нас есть свет у нас есть полутень и тень которую я чуть попозже нарисую потому что сейчас там слишком сыро и слишком мало места чтобы я тут же положила тень ну вот таким образом выглядит наша груша она объемная да она объемно чего не хватает и не хватает падающей тени падающая тень также определяет направление света напомню что где карандаш напомню что источник света у нас отсюда но в моем случае да и изображаем падающую тень тень падающая тоже имеет свои градации по тону то есть она под самим предметом возле предмета возле рефлекция самая насыщенная чем дальше она от предмета тем она высветляется становится светлее почему так происходит потому что она не может бесконечно продолжаться да она имеет какую-то границу и вот на границе со светом с освещенной частью частицы света потихоньку потихоньку заполняют и все наша тень расплывается это вариант как показать тон именно с помощью акварели объемное изображение у нас получается маленький момент теперь я уже могу добавить это еще и тень на веточке и у нас получилось объемная груша схематично как это выглядит сейчас я вам покажу а схематично это выглядит следующим образом вот у нас наша груша и чтобы совсем уж разложить на более плавно даже не плавно и наоборот более такие четкие линии что у нас получается вот он наш свет вот она наша полутень вот наша собственная тень но все равно у меня не получается четкими линиями хотела прям четко показать но так как у меня лист смоченный в этой части получается дай за кисточки то они все равно хорошо плавненько растекаются наша тень и наш рефлекс с хвостиком то же самое я не буду с ним сильно заострять на него внимание и падающая тень опять же здесь у нас самая насыщенная часть по тону чем дальше тем более светлая тень получается дальше еще светлее получить то есть вот он блик вот он свет это полутень полутон называют тень рефлекс и тень падающая то есть то более вот такой схематичный вариант с четкими границами чтобы вам было более наглядно более понятно это все вот он наш рефлекс и тоже тень падающую как мы можем разделить на тень полутень ну здесь я бы тоже разделила на еще одну полутень только светлее это что касается тона в принципе в карандаше то же самое происходит только мы работаем штрихами почему кто учился в художественной школе те знают почему ученики когда приходят они начинают с того что рисуют карандаш ну карандашом рисуют кстати акварелью учатся хотя акварель самый сложный материал мне кажется но акварелью учатся рисовать перед тем как приступить к темпере или к маслу например а почему студенты рисуют изначально простые формы почему они рисуют их с постановочным светом сбоку всякие шары и кубы цилиндры конусы и так далее потому что это действительно простые формы из которых в принципе стоит состоит все вокруг нас то есть мы можем любой предмет который нас окружает разложить на простые формы и рисуя простые формы и передавая создавая им объем с помощью вот таких тонов мы учимся потом в дальнейшем и в более сложных формах передавать этот объем с помощью вот таких ну схем с помощью вот таких действий но это не все тон тоном с ним все просто да все просто почему потому что здесь один цвет а что же делать когда у нас появляется огромное количество оттенков там минимум двенадцать а максимум бесконечное множество как с ними справиться и что вообще с ними делать какая самая постоянная ошибка чаще всего встречающийся у новичков передачи объема то что новичок старается одним цветом показать и свет и тень и особенно падающую тень которая у новичков совпадает по тепло-холодности то есть что происходит например желтую грушу он изображает в тени просто темнее давайте посмотрим как чаще всего это происходит я сейчас прям нарисую вот этот прием и вы поймете потом в дальнейшем в чем ошибка опять же рисуем нашу грушу сегодня груша у нас наш главный герой сразу нарисую 2 сразу нарисую 2 дальше итак что чаще всего происходит как новичок чаще всего применяет свои знания до которые у него есть он рисует грушу вот у нас свет может добавить каких-то опять же коричневатых оттенков до либо охристые либо коричневатые тоже такие же желтые оттенки спасибо теперь день будет занят здорово полутень то есть вроде как человек уже понимает как создавать объем с помощью черно-белого цвета и казалось бы в цвете все то же самое да мы просто берем цвет используем его добавляем какие-то оттенки например вот сейчас я к желтому примешиваю чуть-чуть коричневого он же тоже такой же желтый только темный правильно условно говоря у нас получается такая тень тут чуть светлее пошел рефлекс и теперь кладем падающую тень которая ну опять же я добавлю коричневого чтобы ну чтобы этот желтый был потемнее потому что сам по себе желтый он как-то не получается у меня прям темным темным сделать добавлю коричневого это же желтый но темнее вот тень получается правильно так есть что получается в итоге в итоге получается что у нас по сути то же самое монохромное изображение как и здесь но только в желтом цвете в чем ошибка почему не получается сделать реалистичное изображение объемное в цвете как надо почему оно выглядит не так художественно как могло бы выглядеть а дело в том что здесь не соблюдены правила теплохолодности что такое теплохолодность условно еще раз повторю условно все цвета нет еще раз повторю условно сейчас я объясню почему это повторяю много раз условно все цвета делятся на теплые и холодные но восприятие цвета почему условно потому что восприятие цвета всегда зависит от вашего личного восприятия то есть это зависит от темперамента от психологического состояния от настроения сегодня один зеленый может вам казаться теплее чем завтра один и тот же цвет потому что это все условно как и все в принципе в искусстве это субъективно субъективные мнения субъективный взгляд субъективное восприятие поэтому мы можем лишь придерживаться основных правил в теплохолодности но при этом мы понимаем что у нас очень много оттенков очень много пигментов особенно сейчас их огромное разнообразие и лишь относительно друг друга и относительно нашего личного восприятия мы можем ну определять теплее этот цвет или холоднее и невозможно точно сказать что один цвет вот он холодный а вот этот цвет теплый например что у меня вот цирулиум это холодный а к примеру вот этот желтый теплый но в принципе сейчас конечно относительно друг друга они так и смотрятся но мы можем их раскладывать на огромное количество оттенков и при этом там будут и теплые и холодные оттенки и в том же желтом и в том же синим поэтому это как раз та тема которую я хочу раскрыть в уроке очень обширно раскрыть потому что о ней можно говорить долго но так как у нас время эфира ограничено я кратко сейчас просто скажу вам запомните основное правило у нас всегда в природе в живописи все строится на контрасте тепло-холодности то есть есть какой-то теплый момент есть холодный это связано с светом конечно я сохраню эфир как обычно и он на ютубе тоже будет например ну опять же запомните просто запомните вот эти правила что свет уличный который от солнца у нас идет в полуденное время днем он приближен к белому цвету и соответственно он более холодный то есть те предметы которые освещены дневным светом они на свету будут более холодные соответственно на контрасте тень будет теплой это первый момент наоборот происходит у нас на рассвете и на закате когда солнце падает за счет того что оно ближе к земной поверхности там идут определенные искажения по по лучам да по свету и поэтому сам солнечный свет обретает более теплые оттенки то есть предметы которые освещены в закатном либо в рассветном солнце они также имеют более теплый цвет и соответственно тени у них будут более холодные это очень хорошо видно особенно на закате особенно летом когда солнце начинает садиться и люди которые уже насмотрены да то есть те кто достаточно долго пишут они прям отчетливо видят ну по крайней мере я я отчетливо вижу насколько предметы оранжевеют желтеют на свету там где солнце падает и насколько тени становятся безумно красивых фиолетово ультрамариново там синих различных оттенков это безумно красиво и когда мы создаем это на бумаге или на холсте передаем эти все оттенки это получается более реалистично и живописно и соответственно это тренирует наш глаз наблюдать это все в природе и к слову я могу сказать что мой муж например этих оттенков не видит но у меня муж вообще не рисует и никак не связан с рисованием просто вот от слова совсем а я это все замечаю и это действительно это тренировка определенного глаза воспринимать вот эти все оттенки это что касается тепло-холодности то есть запомнили что у нас дневной свет ну и лампы дневного накаливания или как они там называются ну в общем дневного света они имеют холодный свет соответственно тень у нас должна быть теплая а закатное рассветное время свет свечи свет лампы накаливания обычной они наоборот имеют теплый свет и поэтому на контрасте получается холодная тень но что такое холодный теплый свет и где это взять вы можете прибегнуть к кругу итана я думаю что многие кто уже начали рисовать с этим столкнулись с этим термином с этим понятием и даже видели наверняка картинку сейчас я вам тоже открою покажу сохранила специально сегодня для эфира круг итана о нем я тоже хочу рассказать в своем уроке но это опять же относительная относительная схема которой можно пользоваться но так как у нас разные пигменты разные краски все равно все эти оттенки естественно они не будут вот точно такими как здесь на картинке они могут у вас меняться в зависимости от ваших пигментов но в целом мы понимаем что у нас есть основные цвета желтый красный синий из которых мы можем намешать дополнительные цвета фиолетовый оранжевый зеленый и при смешении этих цветов мы получаем еще дополнительные оттенки и всего вот этих основных цветов которые мы можем активно пользоваться 12 теперь теперь что значит тепло-холодность как это применять самые гармоничные вот сейчас я тоже вам это все кратко рассказываю чтобы просто показать вживую как это работает чтобы применять гармоничное сочетание цветов и оттенков ну опять же можете пока для себя просто запомнить если вы хотите углубиться в эту тему вы можете либо самостоятельно поискать информацию в интернете либо дождаться моего урока и тогда уже в уроке там посмотреть мы используем противоположные цвета то есть у нас к желтому противоположным мы смотрим фиолетовый к синему противоположный идет оранжевый к красному противоположный идет зеленый помня об этом мы можем очень живописно красиво показывать и реалистично показывать наше изображение освещенным объемным и красиво его изображать сейчас я вам покажу на примере груши ну допустим у нас дневной свет да я беру лимонную чтобы показать именно свет это холодный желтый при том что у нас условно опять же по этому кругу да и не только по нему мы можем относительно разделить на теплый спектр и на холодный спектр цвета например в теплом спектре это от красного до зеленого включая желтый цвет а холодный спектр это грубо говоря там от голубого до фиолетового но при этом и там и там очень большие градации и мы можем абсолютно спокойно и желтый сделать холодным и синий сделать теплым итак у меня получается свет холодный да у меня дневной свет падает но тут блик я оставила чтобы уж не терять его и что получается у нас свет плавно переходит в тень так как у нас свет холодный тень у нас теплая значит мы плавно плавно добавляем ну вот я начала добавлять а за желтый это теплый желтый оттенок я его прям к лимонам и добавляю и потихоньку вписываю сюда и получается уже более теплый цвет а что происходит дальше а дальше у нас идет тень она теплая и она еще и должна быть должна содержать какие-то противоположные оттенки да то есть я сейчас говорю что дополнительным желтому идет фиолетовый то есть чтобы более реалистично показать это изображение мне нужно сюда внести фиолетовые оттенки какие конкретно фиолетовые оттенки вы будете добавлять зависит от того какой желтый вы использовали потому что для разных оттенков желтого подойдут разные оттенки фиолетового но в моем случае этот фиолетовый должен быть теплым то есть он должен быть ближе к красной гамме да то есть фиолетовый то что это сочетание красного и синего и если мы больше синего добавляем фиолетовый получается более холодный если мы добавляем больше красного фиолетовый получается более теплым там пурпурный какие-то там еще название это уже каждый как хочет называет по-своему вот сейчас я буду смешивать я смешиваю попробую ультрамарин смешать я не помню как называется этот цвет ну вот я ультрамарин и устойчиво красные взяла и у меня получается смотрите вот такой оттенок то есть он сиреневатый но фиолетовый да да но при этом он тел теплый потому что в основном там идут красные оттенки и теперь я его сюда стараюсь добавлять и смотрите еще на тоже какой момент что получилось у меня на слияние серых на слияние желтого и вот этого сиреневатого получился такой серый оттенок почему так произошло потому что в основе фиолетового у меня лежит ультрамарин а он получается контрастный к желтому и при их совмещении желтые синие при совмещении они нейтрализуют друг друга и получается серый чтобы не происходило этого до чтобы все более гармонично получалось можно добавить ну вот я в своем случае добавляю охру она у меня в замесах лучше смотрится и плавно делает переход от света к тени и мы видим что у нас груша стала более живая да то есть она стала более живописной сейчас я усилю кей этот день собственная напоминаю у нас получается свет холодный тень теплая и теперь собственная не собственно падающая тень она тоже будет теплой и она тоже должна нести в себе вот эти дополнительные оттенки то есть фиолетовые соответственно конечно если у нас груша лежит на какой-нибудь пестрой цветной ткани то там будет перемешиваться но локальный цвет этой ткани до основной цвет но для начала если вы у себя будете делать это упражнение положите реальный предмет который у вас есть пусть это будет простой предмет яблоко например да это самое элементарное яблоко но как шар и с ним просто работать положите на белый лист бумаги чтобы вам были видны все эти и рефлексы и тени падающие так далее и вот сейчас я беру более насыщенный оттенок и кладу нашу тень и как видите тень у меня не коричневая она у меня но такая прям пурпурная наверное этот цвет называется и теперь я вижу что что у меня это изображение стало живым интересным она стала живописным то есть сейчас мы видим не только объем который мы видели и здесь да но без применения вот этих знаний по тепло-холодности у нас не получалось выразительного изображения теперь мы можем сделать его как раз таки выразительным вот собственно это наверное все основное что я хотела вам рассказать еще важный момент который я хотела бы озвучить когда вы у себя самостоятельно выполняете такого рода упражнения начинайте с простого пожалуйста не ставьте большое количество предметов начните с одного обязательно ставьте его на белый лист потому что так нагляднее и виднее все что происходит в тенях в рефлексах и так далее да то есть вы ведь начинаете видеть эти оттенки тренируйте с малого свой взгляд и обращайте внимание на то что происходит вокруг вас на улице на природе потому что очень хорошо заметны все эти тепло-холодности и применение дополнительных оттенков друг другу солнечное время до солнечную погоду но при этом такой маленький момент что когда у нас полуденное солнечное время то есть ну летом да чаще всего когда солнце в зените редко такие работы но я имею пейзажи редко они пишутся в такое время потому что тогда происходит что свет казалось бы вроде бы должен быть теплым да но на самом деле он очень он приближен к белому то есть он настолько яркий что он приближен к белому цвету и соответственно он считается холодным тени в этот момент по правилам по законам должны быть теплыми но так как там идут жесткие контрасты то есть очень яркое солнце очень сильно подсвечены светлые части темные части получаются практически черными то есть там нет вот этих красивых градации по оттенкам и но соответственно это выглядит не очень хорошо но не очень красиво поэтому редко именно в зените пишут например пейзажи или предметы которые на стол ставят но есть исключение как и в любых правилах и как я уже это говорила все относительно поэтому если вы чувствуете в себе возможности изобразить что-то вот при дневном свете до учитывая все эти правила но как-то классно это показать у вас обязательно это получится наверное это все если есть вопросы пишите пока я еще здесь пока не отключилась подскажите пожалуйста какая у вас акварель у меня в основном ван гог есть немножко белые ночи есть немножко рембрандт и шинхан спасибо большое полезный эфир спасибо вам тоже спасибо что вы присоединились послушали эфир будет сохранен в инстаграме я его выложу на youtube на неделю как обычно поэтому кто сейчас не смог порисовать например но хочет порисовать потом по эфиру вы сможете еще обратиться к нему на ю тубе и еще раз напомню о том что вот эта подготовка к этому эфиру натолкнула меня на мысль что нужно записать целый мастер-класс урок такой объемный объемный большой мастер-класс где вся эта информация то есть сегодня я дала только два примера как можно показать объем но там все немного сложнее и еще почему я хочу этот урок сделать потому что я очень люблю информацию давать максимально доступно и на примерах максимально понятных в интернете очень много информации про это все есть но зачастую там либо сложные термины которые новичкам непонятны либо ну нет примеров да то есть есть текст но нет именно рисунков живых поэтому у меня родилась такая идея думаю она будет всем полезно особенно полезно тем кто хочет ко мне на курс да нет всем абсолютно всем поэтому пробуйте рисуйте ждите урока и будем бомбить с вами все вместе так один вопрос почему груши такие красивые катюш да ну что ты я думаю это тоже все прекрасно получилось падающая тень какого цвета должна быть падающая тень должна быть ну как она не должна быть какого-то одного конкретного цвета но она должна обязательно содержать в себе оттенки противоположные то есть дополнительные к основному локальному цвету предмет то есть у нас груша желтого цвета и соответственно в тени обязательно должны быть фиолетовые оттенки это не значит что вся тень должна быть фиолетовой потому что я уже сказала о том что если у нас предмет лежит на какой-то цветной поверхности то конечно там будет содержаться тот свет на которой которого ткань это и есть дали там стол деревянный цвет дерева но оттенки фиолетовые должны быть в тени обязательно потому что именно за счет вот этих дополнительных цветов у вас получается живописность ленинград это вы имеете ввиду краски смешивать акварель разных производителей можно сок конечно какая бумага лучше для ботаники я не знаю я не пишу ботанику в том виде в котором ну я понимаю может быть вы другое имеете ввиду под словом ботаника но я думаю что гладкая бумага нужно для этого как но фактуры гладкой потому что там очень много деталей и на торшоне например на очень зернистой бумаги сложно мелкие детали прорабатывать вот про бумагу я много писала постов вы можете зайти у меня в актуальных stories там есть сохраненные называется fake tools и там как раз вся информация я видимо монохромист теперь буду учиться вливать цвета другие чего я боюсь не бойтесь но я понимаю вы боитесь потому что вы не понимаете вам нужно просто изучить эту информацию потренироваться на упражнениях и тогда вам будет проще можете дождаться урока моего я думаю что он появится через пару недель сколько лучше брать в палитре цветов 24 или 36 или даже 12 будет достаточно но смотрите если вы только-только начинаете то я советую брать палитру ну как бы в идеале я бы брала 24 цвета если я понимаю что я точно буду рисовать продолжать если я знаю что я не брошу это дело и она не останется у меня заброшенным если вы только начинаете боитесь слишком много цветов использовать чтобы не получилось грязи берите 12 цветов и это основные цвета из которых можно намешать кучу-кучу других оттенков поэтому в принципе 12 цветов хватает как лучше смешивать цвета для получения нужного оттенка без грязи максимум 23 цвета до во первых минимум цветов мы совмещаем но при этом помните о том что многие цвета это уже готовые смешения то есть там уже может быть два-три пигмента содержаться в каком-то готовом тюбике и это тоже влияет и нужно изучать круг это на и изучать сочетание применения двух не двух а вообще соседних дополнительных цветов тогда у вас будет понимание как их лучше смешивать чтобы не было грязи так ребята у меня все время заканчивается иначе эфир не сохранится поэтому спасибо вам что вы вышли ко мне в эфир еще раз напомню что он будет на ю тубе скорее всего завтрашнего дня возможно уже сегодня поэтому я рада была для вас было быть полезной до следующего эфира до следующей связи на следующей неделе я даю анонсы по курсам поэтому встретимся все пока пока